МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузнеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха, пострадавший от предательства ради. Андрей, который не терпит монотонности. И Сергей с детективной историей о невесте у нас. Елена, давайте знакомиться. Здравствуйте! Я хочу обрести свое счастье. И очень надеюсь на эту передачу. А сделать выбор мне помогут мои подруги Анастасия и Виктория. Елена, 24 года. Рано осталась без родителей. В 19 лет родила ребенка для себя. Отец ее дочери так и не смог принять решение, быть ли им вместе или разойтись навсегда. Елена – артистка балета в цирке. Собирается открыть свою школу танцев. Мечтает, чтобы ее дочь стала актрисой. Гордится тем, что прошла по канату под куполом цирка. Елена никогда не свяжет свою судьбу с неопрятным мужчиной с пивным животом. Мечтает, чтобы ее избранник был красивым, спортивным и состоятельным. Но главное, чтобы он любил ее ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы рано остались, да, без родителей? Во сколько? В 16. Папа умер, когда мне было 5, а мама умерла... Ой, когда мне было 16. А воспитывала отчим или кто-то? Нет, родственники. Родственники. А родственники есть? Бабушки, дедушки, тети, дяди? Бабушка умерла после смерти мамы через 2 года, потому что она не потерпела такой стресс. А далее мне помогал мой крест, но он был моим опекуном. Я услышала, что вы в 19 лет родили ребенка для себя, чтобы не чувствовать себя одинокой. Так бывает? Да. Ну, можно завести там кошку, собачку себе. Нет, ей нужна была живая дыша, ей нужно было во что-то кунуться с головой и создать свою маленькую семью. Леночка, ну, наверное, все-таки была любовь в 18 лет. Да, я влюбилась. И как бы для меня, то есть, не стоял выбор там, то есть, я сразу приняла решение, что я хочу родить ребенка. А как молодой человек к вам отнесся? Он не на много был старше, я знаю, да, лет на 5? Да. Ну, он отнесся сначала очень хорошо, но потом почему-то резко переменил свое решение. Ну, просто эгоистка взяла и родила для себя детей. Он испугался? Не могу даже рассказать его. Растерялся? Да. Стал исчезать? Сначала нет, как бы он был согласен. Через день уже после этого, как-то он резко принял решение, что он не хочет создавать семью и, как бы, просил сделать аборт. Но против аборта я была категорически против. Ну, я знаю, что когда вы родили, он, в общем-то, смирился и даже вас из роддома встретил. Да, ему захотелось посмотреть на ребенка, он меня встретил из роддома. Я думала, что мы все-таки вместе будем, но не из-за того, чтобы он ко мне вернулся, как бы, да. А кто вас поддержал вот в эти минуты? Я поддержала мою подругу Викторию, которая направила меня просто категорически, категорически. Подруга? Да. Сказала, что нужно рожать. Ну, послушайте, подруга может сказать, рожай десятерых. А что она, кроме совета доброго, еще, может быть, помогла деньгами, может быть, вас приютила на какое-то время у себя, отдала бабушкину квартиру? Что еще? Она мне помогла морально, и, как бы, я всегда знала, что этот человек, как бы, сможет мне помочь. Подруга? Это же не подруга рожала. Вот все блестяще складывается, вы встретились из роддома, ваш молодой человек тоже. Свидетельство о рождении прочерка или он дал свое? Прочерк. Прочерк. Не говорили, чтобы он хотя бы... Я... Девочку у вас, да? Да, девочку. Я не хотела. Как бы для меня, я приняла решение, что она будет, как бы, только моя. Я не знаю, как вообще, чем... Видишь, видимо, он сильно в душе ей нагадил, так что она даже не хочет отцовства писать. Не, ну, самое главное, что ребенок же от этого... Ну, хорошо, ладно. И вот все осталось по-прежнему. Вы отдельно, он отдельно. И тут появляется взрослый мужчина. Да. Который мне был симпатичен. Старший вас, состоятельный. Я надеялась с ним создать семью. Вы жили вместе, даже дочка его стала называть папой. А как вы надеялись? Были разговоры о том, что вот Харькова Ленка поженится, пока девчонка маленькая, я дам ей свою фамилию? Или не было? Об этом были разговоры, но без точки. И вот однажды? Однажды он меня с ребенком отправил отдыхать. Сказал, что будет делать ремонт. Да. И вот вы возвращаетесь и выясняете, что? Выясняется, меня никто не собирался встречать. Меня встретил его друг, отвез к Виктории домой в 4 утра. Я приехала с ребенком в растерянность, потому что он не брал трубку. Я не знала, почему я еду к подруге, а не именно домой, где все наши вещи, к нему, потому что я сильно соскучилась. Получилось то, что он пропал на неделю, потом появился. Какие-то непонятные объяснения были. В общем, слился, слился, слился. Отправил отдыхать и, короче, свалил. Ну да. Не понимала, что происходит вообще. Он привел женщину. Я так думаю, что он ремонт этот затеял для того, чтобы вас, так сказать, от себя подальше, чтобы привести ту женщину. Думаю, отношения начались. Знаешь, как бы, если это уже второй мужчина уходит от женщины, то вопрос в мужчине ли? Значит, Лен, перечисляю, времени мало, ваши ошибки. Вы молодая, красивая, руки-ноги, здоровая женщина. Я с сочувствием к вам отношусь, что вы осиротели. Но вы не единственная, с которой в жизни произошла такая беда. Становитесь взрослой, становитесь самостоятельной. Вам всего 24 года, и начинаем жизнь с нуля. Слушайте нас, Розу, Василису. Мотайте на уши. Даже если сегодня вы уйдете одна без мужчины, вы должны уйти с другим настроением, с другим посылом к этой жизни. Алиса, а вот у меня вопрос. У нас не так уж и редко, да, девчонки, вот эта вот фраза, родить для себя, которая нас возмущает, как матерей, как жен. А могут действительно вот современные молодежи, и мужчинам-то не нужен, он рожает себе. Тогда есть банк, куда вы можете прийти и сказать, я хочу сделать обладотворение. Не вешай тогда на мужчину, который этого ребенка не хочет. Может быть, я говорю жестокие слова. А знаете, что не нужно? Потому что вам мужчине что-то не обманешь. Послушай, ну это другой вопрос. Сегодня мужчина рожает без женщин, женщин без мужчин. Не вешайте на него эту ответственность. Он не хочет. А потом, мне кажется, все-таки над это, ведь прочерк уже стоит. Будет отец все-таки? Он не помогает, не алименты? Нет, сейчас мы с ним в хороших отношениях, он помогает. Ну, будь у сыновид. Его зовут Юрий. Юрий, если вы смотрите эту программу, пожалуйста, есть девчонка, она вырастет. Вероникочка, подойди, доча, ко мне. Иди сюда, малышка, иди ко мне. Ой, какая хорошая. Ой, красавица, да. Хочешь на сцену выйти? Пойдем, я тебя отведу. Давай, пусть папка посмотрит на тебя. Пойдем. Моя девочка, моя куколка. Какая ты клевая. Вставай сюда. Не робей. Девочка себя ведет смелее, чем мама. В лесу родилась елочка, в лесу она растрая. Зимой летом, солнце, в лесу она зыра. Молодец, папа Юра. И это знак. Новый год, чтобы к Новому году мы уже здесь сидели все вместе. И отмечали этот праздник. В пять лет ребенок не знает стишка. И даже на новогодний запуталась. Ой, боже мой, как тебе повезло. Вот смотри, как повезло. Вику, сиди к тете, беги и рассматривай Мишку. Ну, жизнь всякая. Я тоже маму потеряла. Знаю, что если бы своим-то умом-то. Поэтому что есть, то есть. Единственное, что скажу, что мужчину надо полюбить больше, чем собственных детей. Это правда. Мужчина любить тяжело. Детей легко. Вот попробуйте сегодня увидеть в мужчине то желание его любить. Не надо искать папку. А мужчине нужно заботиться, создавать ему комфортные условия для существования. И очень многого другого, что сейчас у нас просто даже нет времени перечислить. Ну, что-то в мужчине должно быть такое, да, чтобы все-таки была способность общения с ребеночком. Ну, а там, конечно, либо любовь прямо такая неземная, либо все-таки какие-то способности у мужчины. Вот сегодня такого постараюсь вам подобрать. Ну, я не согласна, я уже с тобой 4 года на эту тему спорю. Нельзя сравнивать любовь к мужчине и любовь к ребенку. Нельзя говорить, что ты любишь мужчину больше, чем своего ребенка. Поэтому любите дитю, как вы его любите, а мужчину, как мужчину. Больше нельзя. Скажи мне, пожалуйста, вот этот круг, который Лена сама для себя определила, как порвать, что ей сделать? Какой-нибудь практический совет? Нет никакого круга на самом деле. У вас удивительный гороскоп, вы не просто скорпион, но вы человек, который полностью под влиянием Плутона. Да не нужны нам скорпионы, нет, вообще это отдельная история. Это значит, что вы не зря остались одна и не зря вот все эти тяготы и лишения на вашу долю выпали. Потому что у вас есть сила удивительная, необыкновенная восстанавливаться и все это пройти и пережить. Более того, вы сможете свою жизнь преобразовать и своего мужчину также растить, куда-то двигать. Поэтому я не желаю вам человека, ну, наверное, слишком уверенного в себе, слишком сильного. Выбирайте того, кто будет, с одной стороны, мил, с другой стороны, достаточно легок и готов развиваться, готов вот это ваше воздействие на него воспринимать. Рарик, нравится он это? Вот так вот нельзя раскусить человека на программе за полчаса. Идите, знакомьтесь с первым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Приятно, вы в Санкт-Петербурге. Спасибо. Мне тоже. Я шустиался. Спасибо. Давайте уже, я вам помогу. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ А здравствуйте, Радик. С кем вы пришли? Своими друзьями. Как зовут? Николай и Евгений. Очень приятно. Да, спасибо. Радик, 30 лет. Владелец двух танцевальных студий. Хочет стать инструктором по экстремальному вождению на мотоцикле. Гордится тем, что, несмотря на трудное детство и криминальное окружение, стал порядочным человеком. Расстался с девушкой, когда та втайне от него сделала аборт. Надеется, что Елена готова к серьёзным отношениям. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. А где вы жили? В Татарстане. А, в Татарстане. А где это там, Татарстане? Город набережной Челны. Вы татарин, да? Ну да. А что, не видно, что ли? Видно. Всё написано. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Спасибо. Молодец, что выжил в таком вот, да, аду. Ну, в то время было 90 лихие. Лихие 90. Да, мальчишек рано тогда вербовали. Всякие уроды. Ну, стояли. Тяжело было, нет, не сломаться? Ну, скажем так, нелегко. Что помогло? Наверное, танцы. Молодец. А чья была инициатива отдать пацана в танцы? Или сам? Я, вообще-то, жил практически один, так как у меня родители глухонемые. И с ним я очень редко жил. То меня к бабушке отправляли, то меня в интернат, то в спецПТУ. Потому что его тоже, короче, судьба покидала. Да, как-то они друг друга, да, поймут. Короче, была прямая дорожка, то есть кривая дорожка была прямая. Скажем так, до 17-16 лет я практически занимался именно чуть бы не криминалом большим таким. Так как у нас во дворе все были такие вот достаточно спортсмены. И сам я был спортсменом, занимался непосредственно кейпбоксингом. Конечно. И у нас были старшаки, которые отправляли, грубо говоря, фасы и вытворяли. Ну, видишь, у него криминальное прошлое, там какие-то вообще, там что такое? И как вот там в танцы выйти попал? В танцы попал, я увидел клип. И как некие там люди начали танцевать в телевизоре. Мне это очень сильно понравилось, как-то затянуло. Я решил просто попробовать научиться стоять на руках. Настоящим к мечте пошел. Мы же в детстве тоже брейк-дансом повлекались с пацанами. Дрюха танцует, брейк-дансом. А что я знаю? Родители живы? Да. Гордятся? Мама очень. Отец не видит. А ну, передай привет. Молодец. А скажи, что я их очень прямо вот хотела бы здесь видеть. Здорово. А это вы родителям говорите? Вы родители, молодец, да? Какой он вообще умничка. Ну, вам 30 лет. Все. Классно. Вот как начал жить правильно, так все и должно у вас идти, как по маслам. Радик, а потом влюбился? Да. Лена, и вот посмотрите, какая поучительная история. А вот здесь все просто перевертыш абсолютно. Влюбился в девчонку, она забеременела. И Радик готов был жениться и хотел это дитё. А что это вдруг она пошла и избавилась? Не надеялась на вас? Нет, она занималась бально-спортивными танцами. И её родители, как бы, вкладывали в это дело большие деньги. Ну, тоже, видишь, танцевала. И вот мама её отговорила. Ну, собственно говоря, так. А может быть, конечно, и всё по-другому. То, что, может быть, она была неуверена во мне. Семью надо на что-то содержать. Это же не просто так тебя. Женился и ку-ку, и сидим. Улыбаемся и машем. Вот, давайте об этом поговорим. Что у вас на то время было, Роза? Хотя... Пытайте вашего татарина. Что, татаров не пытают. Татарам помогают. Вот скажи, какая могла быть причина... А девочка была русская? Нет. Тоже татарка? Роза, татарка. Так я поняла. Родители обеспечены. Радик, родители обеспечены. Татар на половину не бывает? Не сказал бы. Ну, вкладывали, вы говорите, в ее будущее. Да, но они просто как бы чуть менее последние деньги вкладывали в дочь. Ставку, значит, делали на нее. А вы не пробовали пойти к родителям, в ноги упасть и сказать, умоляю вас, я помогу ей в карьере, она быстро восстановится. Ребенка беру на себе, только не убивайте. Не, дело в том, что как бы это было все сделано как-то не... Не обсудить со мной, да. Жизнь ее личная. Не-не-не-не-не, я бы сразу сказал, до свидос. Прям вообще не могу. До свидос. Вот у Лены есть дитё, занимается тем же, чем и вы. У меня 60 учеников. Приблизительно такого же. Ну, это все-таки, согласитесь, большая разница. Дети, с которыми ты работаешь, и ребенок, который с тобой круглосуточный. Вот даже парень кивает головой. Что, был опыт проживания с женщиной, с ребенком? Был, да? Конечно, был, конечно. И как? Сейчас вместе? Ну, нет. Это очень большой труд. У тебя был такой опыт? Нет. А он нет. Мне тоже не было. Мужчина с МИГ. Вот вы как другу можете сказать, ой, Радик, нафига тебе это надо? Слушай, я вот жил с бабой, у меня там ребенок. Это такая головная боль. Нет. Не скажете? Нет, не скажу. Я тоже не скажу. Я тоже жил с женщиной с женщиной. Радик, вот у меня, знаете, еще какой момент. Уж раз вы сами сказали, криминальное прошлое, спасибо за честное. У него не было возможно. Ну, ладно, ну давайте, ну чего мы тут это, да было. Было. Не, ну все это потом, конечно, исправляется после криминала, наверное. Ну, это понятно. Не меняется. А вы сейчас купили очень дорогую машину. Ну, такую, хорошую, в общем, хорошую. Это вот не помощь прошлого, нет? Потому что странновато, вот, все-таки деятельность танцев-то, уж не так, там много и доходу. Ну, что ты, нет, конечно. А вот из чего вдруг такая дорогая машина? Ну, заработал, профессиональный танцор, две школы. Если заработал, то похвально. Ну, значит, на квартирку копим, да? Естественно. А здесь сейчас снимаете? Пока да. Ну, вот что делал, молодой он был. Радик, а родители не будут, что против, что девочка русская? Родители будут только рады. А что татарочка? Как глазки загорелись у Лены, хороший знак. А чего не за татарочку-то? Знаете, я как-то не националист. А чего у вас хорошего-то, если вот так вот... Ладно, а чего хорошего, не надо. Я не националист, для меня... Я тоже нет, это вот розина заморочена. Для меня без разницы, что татарка, что русская, что американка и все прочее. А какие требования принципиальные? Для вашей столицовской луны принципиальные, да. Чтобы была аккуратненькая, чистенькая. Так. Ну, остальцы же, они же вообще... Они ветреные просто. Вообще. Да. Очень правильную вещь говорить, потому что для вас это правда важно. И очень мало кто понимает это достаточно молодого возраста. И чтобы любила то, чем вы занимаетесь. Хвалила, чтобы ей все это нравилось. А времени будет хватать на жену, ребенка, общих детей? Ну, для всего же хватает времени. Все, тогда прекрасно. Идите переодевайтесь для сюрприза. Вот пока переодевается, скажу. Хороший парень, между прочим. Он привык выживать в этой жизни. Представляете, родилось дитё, мама с папой не слышат. Знаешь, сколько нужно сопротивления, сколько нужно работы, чтобы донести до родителей, да? Чтобы поняли, чтобы услышали. Это хорошо. Потом, смотри, работает с детьми. Для него даже вопрос не ставил, когда я спросила, как к ребенку. История. Бросил девушку из-за того, что она дитё убила себе. То есть, всё прямо складывается. И опять же, общая профессия. Вот точно его не будет грузить, что вы там под куполом вытворяете, и вас они будут... Даже деньги тратить не надо. Сама хотела школу, а она уже есть готовая. Представляете? Пожалуйста. Да. Девчонки, сюрприз готов. Давайте смотреть. Ой, блин, класс. Блин, ну круто вообще. Зажигалки. Я на месте с четверых сторон. С четверых с них забираем. Ничего себе! Браво! Браво! Спасибо, парни. Вы лучшие. Проходите в свою комнату. Чувак, это было нереально, чувак. Девчонки, Вика, Настя, что скажете? У меня нет слов, я тоже педагог-хореограф, поэтому вот... Да я сейчас не говорю вообще никаких достоинствах там актерских, танцевальных. Вышли мужики. Клевые, с юмором. Клевые. А сколько нежности. Посмотри, как они взяли Ленку. Да? Понравился? Понравился. Мне Радик очень понравился просто. А вам? Очень понравился, потому что он даже когда вышел, он немножко... Какое-то смущение у него было, и это всегда трогает. Спасибо. Мы победили, что... Видимо, да. Роза. Ну вы что, с обидно меня ругаться будете, но я патриотка. Радик, мне жалко тебя отдавать. У нас такие татарочки хорошие есть. Леночка, уж меня просите, пожалуйста. Вы тоже умница, красавица, вон ребеночек золотой. Ну прям жалко. Вы знаете, я пока подумаю. Вот, подумаю я. Василиса. Очень понравился абсолютно ваш типаж. С одной стороны, артистичный. Мне кажется, что, правда, в танце было чуть больше экспрессии, чем вы ожидали бы от мужчины увидеть. Вы предпочитаете мужчин поспокойнее, но в нем точно есть то, что вам нужно. Потенциал изменений. Это тот мужчина, который вам нужен абсолютно. Вот по этой жизненной программе, скажем так. Я, с вашего позволения, ровно на полминуты. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто ей будет приятно. Вот такая. Спасибо за этим, Максим. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Елена. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Я очень восхищен твоей улыбкой и глазами. Надеюсь увидеть их снова. Андрей. Очень приятно. Самец обыкновенный. Класс стандартный. Подтип Андрей. Здравствуйте, Андрей. С кем вы? Это мои лучшие подруги Наталья и Настя. Давайте на вас посмотрим. Андрей. 27 лет. Директор компании по развитию бизнес-авиации. Мечтает о такой же семье, как у его бабушки с дедушкой. Обещает с пониманием относиться к женским капризам. Возлюбленная Андрея была слишком импульсивна и в порыве гнева могла что-нибудь разбить. Надеется, что Елена умеет держать эмоции под контролем. Второй мужчина в моей жизни встречается, который с пониманием относится к женским капризам. Ну а почему бы нет? Это правда. Мы как девочки-подружки просто это знаем, потому что каждый раз, когда мы встречаемся, он приходит с цветами. Он приходит с цветами и постоянно поднимает нам настроение всяческими сюрпризами. Такой знак. Особенно вы грузите меня лично уже в качестве подружки. Да-да-да. Я думаю, что они работают у нее стюардессами. Лена, а вам как такая красотка? В качестве подружки. Оргинальная. Ну хорошо. И ваша девушка пользовалась вами? В каком плане пользовалась? Ну капризами вас не задушило? Ну как? Нет, не задушило. Дело просто дошло до того, что меня стали виновать моим друзьям. Давай так уточним, Андрюха, честно. К друзьям или к подружкам? К друзьям. А ты как всем ревновал? Да. Парень такой немножко ведомый чувствуется. Ведомый, абсолютно. Мы знаем Андрея как человека, да, которого... Он очень классный, он очень серьезный. А что это надо? И он разбил окно на даче. Ну в порыве того, что я сказал ей, сходи погуляй, раз ты не хочешь здесь находиться. А у вас были друзья на даче? Ну был, да, была мужская компания. А она хотела остаться с вами наедине? Нет, ну там получается так, что у нас был на даче там, скажем, некий сабантуй, и мы там все гуляли, развлекались, вот. И в итоге она там куда-то решила прогуляться, заблудилась, я ее искал, и она пришла, говорит, что типа меня оставила одну, я тут бегала по этим дачам, никого не могла найти. Андрюха, но ведь правда оставила одну ее? С одной стороны, да, поставила одну. А зачем чужую, извините, недвижимость портить? Слушайте, ну это уже было после двух лет отношений, то есть, ну, естественно... Два года были уже отношения? Да. А, она бесилась. Она бесилась, не-не-не, она просто бесилась, потому что два года, а все те же гулянки, пьянки, друзья, ни предложения, ничего, это она как-то пыталась до вас достучаться. Ну, возможно, тогда им не было как бы лет, скажем так, там, я не был готов, потому что не было какой-то толковой почвы под ногами, скажем так. А сколько было лет? Двадцать три. Так, батенька, скажите, расскажите нам, пожалуй, почему одна била окна, а вторая ушла по-английски, как я поняла? Да, ушла по-английски. Может быть, вы жмут вообще? Нет, навряд ли нет, нет. Как вы вообще ухаживаете, что вы дарите? Ну, без цветов, естественно, никогда нет. Директор компании, значит, деньги есть у вас. Что дарите? Дарю, как, естественно, цветы. Тоже, кстати, без цветов. Милай, цветы где, да? Сегодня не принес. Почему? Ну, потому что это первое свидание, и я... Он присматривается. Да, на первое нет. На первое, я думаю, что... Как это на первое нет? Ну, как это? А у вас не будет второго шанса. А вдруг мне человек не понравится. Я вам хочу сказать, что Радик стушевался, когда пришел к вам на свидание, и он цветы оставил на скамейке. И вот сейчас мне просто передали, что он хочет зайти. Заходи, Радик, сынок, заходи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В каком случае у вас эмоции захлёстывают, и как вы себя ведете? Ну, в данный момент, вообще сейчас я просто контролирую свои эмоции, я не выдаю их наружу. Мне надо некоторое время, чтобы внутри успокоиться самому, и как бы это все пройдет. Могу в церковь сходить, для меня это... А можете в гневе ударить? Нет. Нет, никаким образом. А есть какие-то табу? Чего женщина никогда не должна делать? Наверное, неприемлемо не ухаживать за собой и оставлять бардак в доме. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, какой молодец. Какой молодец. То есть, честюли. А я бы уже и на сюрприз посмотрела. Да, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно маленькую делаю ремарку? Мы с Настей данный сюрприз приготовили вместе. Ходили, гуляли и придумали некую, так называемую, не некую, а придумали песню. Красную песню. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... К вашему лично, так сказать, отношению к Ленке не имеет, правда? Я за один секрет. Вы танцевали в молодости. Ну, в молодости танцевала. И я знаю, что у вас совершенно блестательно выходит танец... Ча-ча-ча, можно не станцевать, могу станцевать что-нибудь другое. Нет, нет, хочу ча-ча-ча, я даже попросила уже приготовить панаграмму. Продолжение следует... Супер, молодец! Молодец! Это называется «Станцуйтесь». Спасибо. Всё, проходите в свою комнату. Снежечка понравилась. Ну, цветы, цветы, конечно. Цветы, косяк. Косяк. Ну что, барышни, грустные. Не понравился? Нет, очень хороший. Уверенный в себе молодой человек. Уже знает, чего хочет от жизни. И Лена тоже настроена на серьёзные отношения. Я думаю, хорошая будет пара. Что скажете? Весёлая компания. Тоже понравился молодой человек. Ну, вот ещё не могу сказать. Вижу я рядом Лену с ним. Ну, фига себе. Зато ты серьёзный чувак. Роза? Ну, вот меня смутило. Даже больше подтвердило. Когда он сказал, что на первом свидании я девушке цветы не дарю. Типа там не пойми чего. Сложится, не сложится. Не-не-не, не готов к женихе уж точно не готов. Очень мне понравился Андрей. Очень понравился. Хороший парень. Лёгкий, образованный, хороший друг. О многом говорит. Вот прямо характеристики все. И не стал выламываться. Но молодой. Вот молодой, недозрел. Вот ему ещё года два-три, ну, это я не знаю, там, что скажет Василиса. Вот ему чуть-чуть подождать. Да классный парень. На мой взгляд, пока не столько не готов для брака, сколько не избыл бывшую боль просто из души. Нужно ещё немножко подождать. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Елене встретить третьего жениха. Проходите. Елене, очень приятно. Меня зовут Сергей. Я вас ещё нашим танцем. Давайте познакомимся. Спасибо. Проходите. Короче, самый претендент, по-моему, я. Здравствуйте, Сергей. С кем вы? Здравствуйте. Я со своей подругой Дарьей. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, давайте на вас посмотрим. Сергей, 26 лет. Креативный директор интернет-проекта. Пишет психоделические картины. Мечтает о творческой реализации. Не любит непунктуальность, смех без причины и отсутствие собственного мнения. Предупреждает, что любит придираться по мелочам. Заподозрив возлюбленную в неверности, Сергей провёл расследование, собрал улики и предъявил ей. Надеется, что Елена не воспользуется его доверчивостью. Вы скажете, что у вас раздражает смех без причины? А мне кажется, смех без причины – это признак хорошего настроения, хорошей жизни. Это же приятно, когда человек всё время в таком позитиве. Согласен с вами. Когда в позитиве, это приятно. Но бывает, что просто хикают по любому поводу. Ну, сегодня это модно, знаешь. Вот этот вообще очень серьёзный. Он серьёзный. Все относятся по-разному к этому вопросу. На самом деле, очень тонкий вопрос, поэтому нельзя категорично к ним подходить. Ну, поскольку вы сами о себе сказали, что вы занудноваты, цепляетесь к мелочам бывает. А вот, например, потому что я сама классическая зануда, классическая, знаю про себя, пытаюсь держать себя в руках. Ну, для меня цепляться к мелочам – это, если мы говорим в рамках отношений, когда были какие-то вещи вместе с девушкой, мы обсудили, пришли к какому-то общему выводу, она продолжает, ну, вести себя в противовес того, что мы говорили. Не внимает твоим словам, скажи, Серёжа. Ну, не внимает, да, действительно моим словам и даже своим обещанным словам, как бы, да, то есть… А что, хозяин, барин, слово дал, слово взял. Ну, вот это и. А вы тогда начинаете нудить, говорите, ну, как же так, мы же договорились. Нет, не могу сказать, что я начинаю нудить. Опять же, что такое придираться к мелочам? Я считаю, что вся наша жизнь состоит из мелких факторов, это очень важно. Ну, смотрите, вы познакомились с замужней женщиной. Я считаю, что он мне тоже не подходит. Вот у вас был роман с замужней женщиной. Был опыт. Который вдруг ни с того ни с сего в приступе страсти какой-то подошла и вас поцеловала. Муж-то где в это время был? Гормон из-за границы. Ну, если уточнить событие, ну, не прямо там, подошла и поцеловала. Ситуация была на совместном мероприятии, и перед тем, как она это сделала, мы вместе были... Накатили. Не, ну, понятно, что, конечно же, накатили. И это не было в первый же вечер. Ну, понятно. Мы уже общались несколько недель, и тем самым она, видимо, обозначила свою позицию по отношению ко мне. Ну, короче, завязался роман, она ушла от мужа к вам. Ну, в конечном счете, да. Аж на два года. В целом, да. И вот однажды вы ее вдруг увидели, точно такая же мизансцена, вы уже ее постоянный мужчина, и вдруг она подходит и кого-то целует. Скорее, это было так, мы были на мероприятии вместе. Опять же. Опять же, да. Прям день сурка, ну. День сурка, да. Мы были на мероприятии, и так как на этом мероприятии было очень много моих знакомых, мне поначалу пришлось потратить много времени, чтобы со всеми с ними поздороваться. И, как я понял уже впоследствии, ей не хватило внимания. А чем занять свой рот? Еды нет никакой. Потому что что-то подойти тяжело, а привычка что-то им делать. Вот она подошла и вместо колбасы стала жевать чуржевого человека, конечно. Короче, она постоянно изменяла. Была очень активная деятельность. Но потом вы ей простили, снова сошлись. Да, простили, снова сошлись. И вот у нее появилась работа где-то не близко к дому, и она там сутки через трое оставалась, ну, образно говоря, в гостинице, ночевать. Да, компания предоставляла. И вы заподозрили, что что-то в этом как-то противоестественность. Есть дом, нужно ночевать в своей кровати. Нет, я не заподозрил. Ну, в мозжечке что-то там такое позвякивало у вас, да, что вы решили все-таки проверить. Звякнула тогда, когда она осталась на ночь, мотивируясь тем, что она будет отдыхать с подругами. Ну, они хотели выпить вина. В принципе, ничего не предвещало беду. И вот вы. Думаете, фигня какая-то? Я не подумал, фигня какая-то. Я услышал при окончании нашего разговора нотки мужского голоса. Хотя она заявляла о том, что она будет с подругой. Ну, то есть давай уже, иди сюда, заканчивай разговор. Какой-то странный маньяк, просто я считаю. И вы поехали в гостиницу. Я первое, что решил осмотреть, это, конечно, кровать. Странно, двухспальная кровать и была вся замятая. Бессонница. Крутил ночь. Да, бессонница, тоже не факт. Я посмотрел и, к сожалению, нашел волосы нехарактерной для нее длины. Какая-то у нее прям история, да, следака. Я пошел во вкус, прям детектив. Я обследовал все, вплоть до... Унитаза. Унитаза, да. И что я увидел? Стандартная ситуация для молодого человека, это мы поднимаем седальное кресло. И я заметил остатки... Что там уже кто-то был. Что там уже кто-то был. Я это все засек и оставил эту ситуацию немножко выдержать. Прошла неделя, и я попросил ее восстановить события от того вечера, когда она отдыхала. Про улики, когда вы ей сообщили? В этот же день я и спросил, говорю, хорошо, как ты можешь мне объяснить вот это? Потому что... И она как объяснила? Она полностью все отрицала. Скажите, Сергей, ну как она объяснила, бог с ней. Да. А как вы могли с этим жить столько времени? Это же абсолютный садизм с вашей стороны. Согласен, да, было не очень легко, но мне были нужны веские доказательства этого. А что, ревнивец классический вариант? Все очень разные. А, Сергей, и чем закончилась эта история? Закончилась тем, что я пошел ва-банк, так сказать, улын. Я предложил именно в формате телефона, по телефону предложил расстаться. На что, без каких-то дополнительных вопросов, почему, что, как, она согласилась. Ему нравилось то, что такая женщина, которая может быть с любым, она с ним. И все. Покажите сюрприз. Псикодорический танец какой-нибудь всех транс ведет. Попробуем создать, как называется, психотелическую картину. Я использую разные способы. И в данном случае предпочитаю попробовать рисовать именно пластиковые карты. Наносим немного краски на карточку. И, ну, сделаем для сравнения мазок, который не ложится. Сразу понятно, что он не художник. Елена, попробуйте почувствовать себя вместе с красками. Прямо берите, наливайте на карточку немного. И... Навьете, может быть, все? Да, давайте я вам помогу. Оп-оп. Так. И прям легким движением. Прикольно. Прекрасно. Можно пальцем написать. Как назовете свое творение? Назовем ее «Хаос, давай поженимся», да? Спасибо. Но это еще не все. Мне пришло в голову перевести это на футбол. Что мы... Краски специальные по ткани. Мы накладываем это на маечку. Прижимаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И... Ну, на данный момент у нас вышло вот такое событие. АПЛОДИСМЕНТЫ И чтобы у меня осталось на память что-то от вас, я делаю... Дубликат. Попробуйте сами. АПЛОДИСМЕНТЫ Дубликат. И где? На подделке дома это тоже иногда... Интересно. Спасибо. Проходите в свою комнату. Это остается вам? Это остается мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Импровизация есть, импровизация. Смотри, смотри. Покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Лишь бы не работать, называется. Как вам, девочки? Ну, то ли он, правда, как вы говорите, такой любитель поиздеваться над собой, то ли наоборот. Надеется на лучшее. Конечно. Любитель поиздеваться над собой. Посмотрите на его художество. Да, ну, может быть, если поэтому судить, то да. Псих и маньяк. А вы что скажете? Несмотря на Ленину красоту, хрупкость, это сильный человек. И хотелось бы рядом с ней видеть более сильное плечо серьезного человека. Ну, я не вижу в Сергея. Мне кажется, он очень человек для жизни тяжелый. И с годами это будет прогрессировать. Я так думаю. Ему точно не нужны простые, обычные отношения с девушкой. А в чем они нашли эту тяжесть? Вам это надо? Если нет, даже не рассматривайте. Зачем? Есть другие ребята. У меня складывалось впечатление. Я даже не понимала. То ли жениться собралась, то ли не жениться. Какое-то странное. Вот как бы ребенок говорит, шифером шуша, моя крыша съезжала не спеша. А когда подарок увидела, думаю, ну, не-не-не. Двищу картину. Не-не-не-не. Пусть, может быть, вот тоже какую-нибудь такую художницу бы ему, да. Только они две себе черепи и фантазировали. А у нас дети. Нет. Абсолютно согласна с Ларисой, что ищет сложных переживаний. Хотя он этого не признал, но это на самом деле так. Такие люди приходят к счастью, но им перед этим нужно изначально помучиться. Люди приходят к счастью, но перед этим надо помучиться. Меня устраивает вложение таких вещей, потому что приходить к счастью и не мучиться, никакой ценности не будет этого счастья тогда. В нем есть. И желание чувствовать, и те самые отношения с женщиной выяснять. Вы это обожаете тоже. На самом деле выяснять отношения. Мне кажется, что вам есть о чем чувствовать друг друга. Есть о чем, ну, может быть, не говорить, а вот на одной волне молчать. Поэтому я бы к нему присматривалась. Мы видели всех претендентов, которые сегодня боролись за сердце Елены. Совсем скоро мы узнаем, кого же она выберет. Оставайтесь с нами. Девочки, кто понравился из женихов больше? Кто достоин Лены? Я думаю, что Андрей спокойный, выдержанный, не растерялся тоже в номере. Лена, мне вообще понравилась девочка. Красивая, обаятельная. Я думаю, что если она зайдет, я, наверное, обязательно выйду. Вика? Радик. Я, конечно же, за Радика, потому что он единственный из троих женихов готов. И я думаю, вы с ним будете себя чувствовать женщиной, мамой. Он настрадался, он не понаслышке знает, что такое жизнь, что такое улица. Ты пойдешь или, наверное, да? Да, пойду. Нравитесь вы мне, Леночка? Хорошая вы девочка. Если еще корректируете помогать, то вот все, у вас будет хорошо. Ну, Радика не отдам. Поэтому уж вы извините меня, пожалуйста. А так я... Андрюш, ну, чего? Лена, ну, Грудика не встанет, поэтому что значит не отдам? Кто спросит, называется? Понравится Радик? Идите. Что здесь? А может меня Радик услышит? Василиса? Мне тоже Радик понравился больше всех. Он был сегодня более ярким претендентом, но я должна сказать, что вам лучше всех подойдет Сергей. Ну что, Сереженька, а как тебе циркачка Ленок? Ну, Ленок не в моем вкусе, к сожалению. Проходите к тому, кого вы выбрали. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Евгений, 33 года, номер 2087. Руководитель направления в компании по продаже электроники. Киноман. Увлекается спортом и мотоциклами. Мечтает встретить активную и деловую красавицу, которая не побоится в отношениях взять инициативу в свои руки. Любовь, 30 лет, номер 2088. Менеджер по продажам в текстильной компании. Плетет изделия из бисера и катается на сноуборде. Познакомится с отзывчивым и искренним мужчиной, способным идти на компромиссы. Мы не знаем, будет ли она одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю вас с рейтингом. И хочу, чтобы это было каждый день. Сегодня у нас есть пара Елена и Радик. Если вы тоже хотите обрести свои счастья, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-ки. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы ребенок-человек обязательно сказал вам. Давай, позвонимся. Спасибо, удачи. Для меня на первом месте лицо. Потому что я целую лицо и говорю с лицом, и вижу каждый день лицо. Высокая спортивная грудь. Я утром встал, понял, что я женат и лег. Как вы сисечками играете. Прямо сидите. Младь. Ох ты, о боже. Помоги мне. Помоги мне. Вот про лошадок тоже не надо. Сами. Помоги мне. Помоги мне. Помоги мне. Пожалуйста, пол дому.